Это самый холодный забег в мире. Спортсмены выходят на старт при экстремальных погодных условиях сибирской зимы. Каждое Рождество в Омск съезжаются бегуны со всего света, чтобы преодолеть дистанцию и себя. Здравствуйте, вы смотрите программу «Тема дня». И гость в студии сегодня Константин Подбельский, директор рождественского полумарафона. Здравствуйте. Добрый вечер. Константин Олегович, самым морозным день старта был в 2001 году. Тогда температура опустилась до минус 39 градусов. До финиша добрались, конечно, немногие, всего 13 спортсменов. Какие рекомендации дают организаторы марафона, врачи, когда столь низкая температура в день марафона? Мы все-таки рассчитываем на то, что температура будет не столь экстремальных значений. И действительно, этот случай с такой низкой температурой, к счастью, был только один раз у нас за историю рождественских полумарафонов. А история довольно богатая. Вот зимний собрат нашего сибирского международного марафона ненамного моложе основного события в этом году. В 24-й девиз этого рождественского полумарафона «Бежим в сказку» он действительно воплотился именно таким событием сказочным, событием радостным, праздничным, чтобы у всех было хорошее настроение. И наш девиз этого рождественского полумарафона «Бежим в сказку» он действительно воплотился именно таким событием сказочным, событием радостным, праздничным. И мы очень надеемся, что погода будет способствовать именно этому. А вы проверяете то, какую амуницию выбирают спортсмены? То есть, допустим, без каких-то повязок, когда особенно холодно, или еще без каких-то вещей вы их не выпускаете на трассу? Нет, я думаю, что это личное дело каждого, потому что каждый готовится по-своему, у каждого есть свои пристрастия и в одежде у каждого, наверное, есть возможность приобрести и пробежать в той экипировке, которая будет наиболее комфортной и удобной. Ну а со стороны организаторов есть предложение сделать это не только в традиционном спортивном облачении, но и принять участие в традиционном конкурсе на самый оригинальный рождественский костюм. Это еще одна замечательная добрая традиция нашего полумарафона, когда участники преследуют не только спортивные принципы, наверное, не только спортивные цели, которые ставят перед собой, но и делают сам забег атмосферными, вот такой вот яркой, радостной своими костюмами. За историю проведения рождественских полумарафонов были многие, я думаю, запоминающиеся персонажи. Я думаю, что если бы проводился конкурс на самый оригинальный костюм за все годы проведения события, несомненно, победу в нем одержала бы группа студентов, которые преодолели дистанцию вчетвером, одевшись в белые халаты в традиционную униформу врачей и пронесли на носилках, причем пронесли два круга, это 7 километров, это не маленькая дистанция, не так-то просто ее преодолеть. Вот на плечах своего пятого коллегу, забинтованного, изображавшего такого больного. Причем на финише была разыграна целая сцена, это было действие, которое привлекало не только самими костюмами, но и тем, как участники представляли героев, которых они показывали на трассе. Но вот наш слоган «Бежим в сказку» может воплотиться не только в сказочных костюмах, не только в сказочных персонажах, но вот призом за самый оригинальный костюм в этом конкурсе как раз и будет поездка на двоих в загородном доме-ондухе под названием «Сказка». То есть здесь вот сочетание, наверное, сказочного антуража, костюмов и вот этого приза, мы надеемся, приведет к интересному и запоминающемуся результату. Курьезные случаи какие-то бывают на рождественском полумарафоне? Были? Да, конечно, можно вспомнить интересных участников. Вот в частности, несколько лет назад один спортсмен из Германии очень серьезно был настроен на победу в рождественском полумарафоне и даже проводил цикл специальной подготовки, тренируясь и поставив беговую дорожку в большой холодильник. То есть холодильники, в которых хранятся, может быть, продукты питания, такие промышленные холодильники, вот именно там по специальным программам он тренировался, у него были серьезные спонсоры, которые предоставили ему экипировку, организовали поездку в Омск, причем приехал он не один, он приехал с группой поддержки, там была его жена, теща и дети за несколько дней для того, чтобы пройти акклиматизацию. Вот, но, тем не менее, выиграть ему не удалось, однако вот такой способ подготовки, он был родоначальником его, но его использовали еще многие зарубежные участники, потому что это нашло отражение и в средствах массовой информации, и вот тренироваться к нашему забегу, находясь в холодильнике и бегая по беговой дорожке, вот вошло уже в практику многих зарубежных любителей бега. Но он хотя бы хоть близко был к лидерам? Он попал в число призеров, но победить в Сибири, в России немецкому спортсмену все-таки не удалось. Ну вот если обычный наш традиционный сибирский марафон, на трассе всегда стоят люди, которые подают воду, бананы, ну еще что-то, чтобы спортсмены быстро восстановили силы, но как вы поступаете зимой? Что-то горячительное людям даете? Может быть горячий чай, может быть не чай? Именно так, в качестве горячительного напитка выступает горячий чай, участникам он будет предлагаться и по ходу дистанции. А поскольку трасса кольцевая, длина одного круга составляет 3,5 километров, нам очень легко и отслеживать состояние участников, следить за тем, чтобы не было обморожения, внешних признаков каких-то воздействия холодных температур на спортсменов. В то же время предлагать на каждом круге такое питание. Но после финиша к чаю будут добавляться еще и сладкие призы. Это тоже традиция полумарафона. Ну конечно мы обеспечиваем и медицинское обслуживание. И вот в программе двух дистанций, забеги на 7 километров, два круга и 21 километр, я думаю, что на финише участники получат традиционную медаль в этом году. Медаль полумарафона будет очень оригинальной. Наши умельцы омские делают ее похожей на такую снежинку. Но я думаю, что всем участникам будет приятно получить такую оригинальную совершенно, вот эксклюзивную медаль, которую можно получить только финишировав и преодолев дистанцию на рождественском полумарафоне. Вот география рождественского полумарафона, она действительно впечатляет. В этом году к нам приедут иностранцы не просто бежать, но еще и снимать. Это будут итальянцы, которые снимут настоящий фильм об этом. Вот они с вами уже связывались. Кто это, какая у них задумка? Действительно, съемки будут проводиться для того, чтобы потом о нашем забеге рассказать в Италии. Я думаю, не только в Италии. Но это уже не первый случай в истории рождественского полумарафона, когда кадры о нем видят жители Европы. Вот именно в 2001 году, когда была памятная экстремально низкая температура, именно в тот год к нам приезжала съемочная группа немецкого телевидения, были журналисты из США. И они сняли фильм, который прошел на экранах не только Германии, но и Австрии, и Франции. После этого наш забег получил статус самого холодного забега в мире. Нам бы не хотелось, чтобы все-таки это было каким-то ярлыком для нашего события. Но, тем не менее, это побудило очень многих представителей зарубежных стран приехать на следующий год в Омск. А вот как раз в следующем году, в 2002 году, погода сыграла другую совершенно злую шутку с теми, кто рассчитывал на холодный экстрим. Именно в 2002 году, накануне полумарафона 6 января, была настоящая оттепель. И зарубежные участники, которые приезжали к нам в Омск, спускались по трапу самолета, ступали в лужи, которые были на ледном поле, ожидали, конечно, совсем не этого. Они были разочарованы, но наша, конечно, сибирская погода непредсказуема, зима и зима. И мы думаем, что фильм, который в этом году снимут итальянцы, он покажет наши события именно сказочным, именно красочным, именно праздничным. Вот на это мы рассчитываем так, чтобы это событие привлекало не только своим экстримом, но и, наверное, рождественским духом, который будет обязательно 7 января. Ну вот тогда, в 2001 году, когда приехали и немцы, и американцы, как они вообще перенесли этот день? Они тоже бежали или просто снимали? Ну, они наверняка были в шоке от минус 39. Самое удивительное, что победительницей абсолютно в 2001 году стала именно представительница зарубежной страны. Это была студентка из Германии. Она опередила всех мужчин и женщин. Это был первый случай, когда вот в условиях суровых погодных условиях первая на финиш пробежала именно представительница прекрасного пола. Наверное, молодость и вот та хорошая подготовка, которая была у этой спортсменки, позволили показать такой выдающийся результат. А вообще в истории наших забегов вот подобный случай повторился и в условиях тоже экстремальных, но уже экстремально высоких температур. Да, когда в 2012 году, вы помните, температура во время марафона составляла плюс 37 градусов. И повторилась история с тем, что абсолютной победительницей тоже стала спортсменка женщина. Вот, наверное, у женщин есть какие-то внутренние силы резерва для того, чтобы побеждать мужчин в условиях вот таких вот температурных экстримов. Ну и, наверное, последнее, о чем мы должны сказать, это куда сейчас людям приходить, где регистрироваться, как регистрироваться. До конца недели мы принимаем заявки в режиме онлайн на сайте, на официальном сайте дирекции полумарафона rnc.ru. И 5 и 6 числа, те, кто не успеет подать заявку сейчас в электронном виде, можно прийти в дирекцию по адресу улица Певцова 1, это центр города, рядом со стадионом Динамо, заполнить необходимые документы, подать заявку и получить всю необходимую атрибутику. У нас среди атрибутики традиционно это сувениры, спортивная шапочка, символика полумарафона, номер с интегрированным электронным чипом, потому что результат получает абсолютно каждый, кто побежит любую дистанцию, либо 7 километров, либо 21. 5 и 6 числа, повторюсь, с 10 до 19 часов, улица Певцова 1. Милости просим всех желающих принять участие в рождественском полумарафоне. Ну а нам остается надеяться, что полумарафон выдастся действительно сказочным, к тому же погода должна быть хорошей. Будем надеяться. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. А я напомню, у нас сегодня в гостях был Константин Подбельский, директор рождественского полумарафона. Вы смотрели программу «Тема дня». Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!